МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 6 января, родились. Богдан Хмельницкий, гетман войска Запорожского, он привел значительную часть Украины под руку русского царя. Свидетель Филарет, митрополит Московский. Именно он помазал на царство императора Александра II, и именно ему Александр II поручил составление манифеста об отмене крепостного права. 6 января 1834 года официальным гимном Российской империи стал гимн «Боже, царя охрани». 6 января 1813 года нового стиля русский император Александр I издал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года. Еще весной 1812 года, предчувствуя войну с Наполеоном, Александр I вызвал к себе адмирала Александра Шишкова. Этот человек удивительным образом, несмотря на свою многолетнюю службу морскую и чиновничью, был известен как филолог и публицист. Государь, я читал рассуждения ваши о любви к Отечеству. Имея таковые чувства, вы можете быть ему полезны. Император приготовил для Шишкова интересную роль в будущих событиях. Адмирал должен был готовить особо проникновенные воззвания к народу, манифесты. Именно эти тексты впервые назвали войну с Наполеоном народной. Они обращались к лучшим чувствам русского человека в самую трудную минуту. И так до распространения в сердцах знаменитого творянства нашего и во всех прочих сословиях «Дух той праведной брани, какую благословляет Бог и православная наша Церковь». В декабре 2012 года император призвал Александра Семеновича проявить все его таланты и составить лучший текст в его жизни. Текст, который бы подводил черту под всей кровопролитной и героической кампанией. Война прошла вместе с армией Наполеона по территории 12 губерний страны. Все они оказались разорены. Множество древних городов сожжены, включая Москву. Когда были подсчитаны убытки от великого московского пожара, то только они официально выразились в цифре в 340 млн. рублей. Примерно в три раза больше годового бюджета России. А ведь была еще Смоленская губерния, через которую несколько раз прошествовали главные вооруженные силы. Еще в XIX веке военная история генерал Богданович посчитал, какую армию должна была составить Россия, чтобы суметь бросить вызов Наполеону. Оказалось, что император Александр I призвал под ружье около полумиллиона человек. Никогда ранее Россия не видела такой массы вооруженных людей. И все это легло тяжелым временем на экономику. Что ж говорить о потерях, чаще всего прямыми воинскими потерями империи называют от 200 до 300 тысяч человек. Но ведь эта грандиозная битва принесла еще Руси и мор, и голод. Прибавим к этому, что для Наполеонской империи эта война стоила гигантских усилий. Он собрал воедино более 600 тысяч вооруженных европейцев. И подавляющее число этих людей осталось в России. Эта война имела далеко идущие последствия для России. Она впервые остро поставила вопрос об отмене крепостного права. Современник Николай Тургенев писал, когда неприятель ушел, крепостные крестьяне полагали, что своим героическим сопротивлением французам, мужественным и безропотным перенесением для общего освобождения стольких опасностей и лишений, они заслужили свободу. Это же чувство вызвало свет движения декабристов. Но вернемся в конец 1812 года. 25 декабря старого стиля, канун великого праздника. Враг изгнан. Именно тогда адмирал Шишков подготовил России победный манифест. Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала Россия? Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, только же пылающую любовь к Отечеству, только любовь к Богу. От всего всеобщего согласия и усердия вскоре произошли следствия, едва ли имоверные, едва ли слыханные, да представят себе собрание с двадцати царств и народов под единое знамя, соединенные, с какими властолюбивы надменной победами, свирепый неприятель вошел в нашу землю. Полмиллиона пеших иконных воинов и около полторы тысячи пушек следовали за ним, но едва проходит шесть месяцев от вступления его в наши пределы, и где он? Здесь прилично сказать слова священного песнопевца. Я видел нечестивого, превозносящегося и высещегося, как кедр ливанский. И прошел я мимо, и вот его уже не стало. И искал я место его, и не нашел. Уже нет ни единого врага на лице земли нашей.